Можем ли мы тут сделать следующий шаг и предположить, может быть найти какие-то сигналы в ранней статистике, предположить, что гонка будет открытой, что Сити скорее, несмотря на идеальный старт по очкам 4 из 4 победы, несмотря на это, что Сити будет терять очки, ну и допустим наберет меньше 90, ну или по крайней мере столько очков, сколько позволит конкурентам держаться на хорошем расстоянии? Это очень хороший вопрос, я прошу режиссера трансляции показать картиночку, которую я тоже присылал, это так называемый Месси рейтинг, рейтинг Месси, который не того Лионеля Месси, который сейчас в МЛС шумит, а другого Месси, это был такой исследователь, ученый, профессор, который придумал, каким образом можно учесть силу, сложность календаря при оценке силы команд, то есть там используются, там анализируются результаты матчей, То есть опять же, этот график, он основан не на продвинутой статистике, не на XG, не на Deep Entries, которые мы рассматривали ранее, а исключительно на результатах, на разнице голов и победа, ничья или поражение. Но в чем красота этого, в чем преимущество этого графика перед обычной турнирной таблицей? Преимущество в том, что она учитывает, эта картинка учитывает силу, силу сопротивления, грубо говоря. То есть самый яркий пример здесь, это Борнут. Посмотрите, он находится в желтой зоне, здесь у нас даже с плюсом, несмотря на всего 2 очка из 12, по-моему, возможных. Все почему? Да потому что Борнут играл против, если я не ошибаюсь, сейчас Тоттенхэма, играли против Вестхэма, Ливерпуля и Брэндфорда. Это топовые соперники из верхней половины таблицы, против которых Борнут умудрился набрать аж 2 очка. То есть вы поняли идею. И теперь в контексте Мэн-Сити давайте посмотрим. У них 12 очков, но при этом у них соперники выглядели Фулхэм, у них был сильный Ньюкасл. При этом против Ньюкасла, как мне кажется, это был лучший матч Мэн-Сити. Ну и другие соперники, против которых, ну, не из, грубо говоря, не топовые. И этот рейтинг, он ставит Манчестер-Сити даже ниже Ливерпуля, ниже Вестхэма, ниже Сторс. А на первом месте ставит Арсенал, чему я сказанно рад. В общем, отвечая на вопрос, есть ли какие-то индикаторы того, что Мэн-Сити испытывает проблемы, да, они есть, но эти проблемы, они не с обороной. Если, опять же, вспомним тот график по Deep Entries, который я показывал ранее, в контексте Манчестер-Юнайтед. Да, спасибо большое. То есть мы видим, опять же, Манчестер-Сити, это лучшая оборона лиги, все еще, но, опять же, с учетом сопротивления. Но с точки зрения атаки, это уровень Spurs, это уровень Манчестер-Юнайтед и Брэндфорда, да, то есть, опять же, с учетом того, что у нас выборка очень крошечная. То есть, Брайтон, это понятно, Челси, Арсенал. В принципе, примерно похожую картину мы видели в прошлом сезоне, в начале прошлого сезона, когда Манчестер-Сити была лучшая команда с точки зрения обороны. То есть, они, грубо говоря, засушивали, использовали владение как оборонительный инструмент. А также они очень хорошо оборонялись просто из-за того, что у них очень много центральных защитников на квадратный метр поля. Вот. Но команда будет испытывать и уже испытывает, как мне кажется, проблемы, когда им противостоят низкие, средние, компактные блоки. То есть, хочется посмотреть на Манчестер-Сити против Брэндфорда в этом году. В прошлом году, по-моему, было ноличков из шести, да. И, например, Вестхэм. То есть, Брэндфорд, Вестхэм мы увидим, насколько все стало менее вариативно, менее изобретательно с точки зрения атаки. Ну, с Брэндфордом и в прошлом году, на самом деле, два поражения у Манчестер-Сити было. Так что это, в целом, мне кажется, неудобный соперник для них. Слушай, если, мне кажется, на этом стриме мы можем так поступать в таких эфирах, если попытаться это обернуть вероятности. То есть, я не прошу тебя стать новой моделью от 538, которая прикрылась. Вот просто языком вероятности оперируя и давая свой субъективный прогноз. Вот насколько бы ты оценил, я понимаю, что Манчестер-Сити все равно главный фаворит, но во сколько бы процентов ты вот этот фаворитский статус Манчестер-Сити оценил бы? Я думаю, наша аудитория поймет. Давай я немножко пойду на попятную в этом вопросе. Я помню, когда у нас был подкаст «Копричины как иначе», я давал 66%, что Арсенал станет чемпионом. После первых четырех матчей у нас, конечно, огромное количество новой информации, мы можем все пересчитать, но мне кажется, что даже я, известный хейтер Манчестер-Сити, чуть-чуть больше убежден. То есть, я теперь даю Арсеналу чуть меньше процентов, потому что я вижу проблемы не только у Манн-Сити, но я вижу проблемы и у Арсенала. То есть, не все так безоблачно, как я думал. То есть, давайте скажем, что теперь у Арсенала, у Манчестер-Сити будет 66% на победу в чемпионате, а не у Арсенала, как я это делал, ну, сколько? Месяц назад, получается. То есть, я действительно, как бы мне этого не... С сожалению, в общем, я признаю, что оборона, именно качество игры в обороне Манчестер-Сити, оно, скорее всего, будет играть одну из решающих ролей. Я просто открыл, поэтому немножко улыбаюсь, открыл аналогичную модель от Опта, и Опта прямо сейчас дает 92%, 91,5% вернее. Я просто округлил на чемпионство Манчестер-Сити. Ну и 5,5% на Ливерпуль, Арсенал на третьем месте 2,6%. Я думаю, это просто еще очень сырая модель, помимо всего прочего. Но 5,5% у нас уже нету, поэтому приходится пользоваться тем, что доступно. Наверное, тут неплохой момент для того, чтобы я свою пропорцию назвал. Ну, мне близка пропорция твоя, где-то в районе 66%. Я думаю, что все равно Манчестер-Сити – это меньше, чем дают вот такие сугубо математические модели. Мы видим как бы своим субъективным хейтерским глазом больше проблем у Манчестер-Сити. Но этого все равно недостаточно, чтобы назвать какую-нибудь другую команду в качестве главного фаворита. Субтитры создавал DimaTorzok